МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости в студии Екатерина Сегеда. И вот главные темы, о которых расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приятно, когда среди твоих выпускников есть герой России. Имена, которые должны знать, чего удостоили действующего участника спецоперации в одной из школ Ставрополя. День защиты детей, как отметили этот праздник в разных уголках края. В сюжете Анастасия Зубринская. Мягкое золото Ставрополя. Гляньте, какое милое. Почему наши ставропольские норки, самые лучшие в России, выяснял Алексей Форсиков. У меня в руках мяч нового чемпионата, в котором молодежка Ставропольского Динамо будет играть с лучшими командами Юга России. Первый удар турнира нанес Герман Кудеяров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь подробнее об этих и других событиях. В одной из ставропольских школ установили памятную доску герою России, участнику спецоперации на Украине. В торжественном мероприятии принял участие губернатор края Владимир Владимиров Кира Мартынова о том, с чего начинается Родина. Чтить своих героев в традиции 10-го лицея Ставрополя. Так, на фасаде школы именно тех, кто писал историю страны во время Великой Отечественной и продолжает писать ее уже в современной России. Первый день лета стена почета пополнилась новым именем рядом с мемориальными табличками известных выпускников, героев Советского Союза, фронтовиков Григория Рябушко и Петра Турбина установили памятную доску герою России Максиму Шикину. Он принимает участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил родителей офицера за то, что достойно воспитали сына. И пожелал бойцу вернуться невредимым домой. Поверьте, мы всегда с вами, со всеми ребятами, которые, к сожалению, сегодня ушли со Ставропольского края навсегда. Со всеми, кто сегодня еще выполняет свой долг, кто борется с фашизмом, борется с нацизмом. И я правильно всегда говорю, что защищает наше будущее. Шляп в школе, стенам этим. Огромное спасибо за воспитание и за создание, а может быть, за поддержку героев. Героев России, героев Советского Союза. Это говорит о том, что Ставропольский край всегда стоял и будет стоять на страже нашего Отечества. В торжественной церемонии приняли участие родные и друзья офицера. Конечно, я знала, что это неизбежная спецоперация, она нужна. А как мать, естественно, я волновалась. И волнуюсь, и тревожусь. И бессонные ночи, и слезы. По телефону я ему сказала, сыночек, береги себя, пожалуйста, и возвращайся к нам живым. Вот и все. А что исполнит он свой долг, в этом никто не сомневался. Он душа компании. Он самый смешной, самый юморной. При этом очень мужественный, очень сильный и большой авторитет везде, в любой компании. Максим учился в 10-м лицее с 1-го по 8-й класс. Затем поступил в Суворовское училище и связал свою жизнь со службой Родине. Максим вообще был самым главным помощником моим. Потому что во всех мероприятиях, которые проводились и в классе, и в лицее, он всегда был активным участником всех мероприятий. Это очень приятно, когда среди твоих выпускников есть герой России. То есть как-то даже... А теперь уже знаешь, если какой-то конкретный классный час, можно приглашать героя, которого мы знаем все, которого мы учили. Патриотическое воспитание – это главное направление в воспитательной работе лицея уже много лет. Движение юной армии, уроки мужества и, конечно, школьный музей. В нашем музее могут дети все попробовать, примерить, пощупать, посмотреть, ощутить, почувствовать вот эту атмосферу. И вот это общий настрой – любить Родину. Не на словах, а на делах. На Ставрополье более 250 героев Советского Союза, 50 человек – полные кавалеры Ордена Славы, 28 – Герои России. Как отметил губернатор, край гордится каждым из них. А в подобных мероприятиях проявляется преемственность поколений, которая сегодня важна, как никогда. Два героя Советского Союза. Великое Отечественное Вене, памятные доски на этой школе. Герои Российской Федерации, Максим. Вот сегодня. Это надо делать упор на этих людях и показывать, как надо жить и как достигать поставленных перед собой целей. Гордятся своими героями Кира Мартынова и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Это действительно те имена, о которых надо знать. Ведь благодаря таким героям мы живем под мирным небом. Под защитой не только взрослые, но и дети. Кстати, 1 июня дети по всей стране отмечают свой праздник. На Ставрополе для самых маленьких подготовили насыщенную развлекательную программу. Отдельное внимание в этот день уделили беженцам из Донбасса. Праздник для них обрел новые смыслы. Анастасия Зубрицкая продолжит. От чего нужно защищать детей? От болезней, от микробов, от холода. От голода. И еще от войны. Он, как никто, знает, от чего надо защищать детей. И понимает цену этого праздника. Миша приехал из Мариуполя со своей семьей чуть больше недели назад. Квартиры сгорели. Мы месяц были под обстрелом. Сейчас семья живет в пункте временного размещения в Ставрополе в общежитии. Разместили около 100 человек. Среди них 29 детей. У каждого за спиной своя страшная история. Стекла повылетали. Наша квартира закоптилась. В подвале прятались. Я и так боялась. Расскажи, пожалуйста, что ты боялась? Ну, там, что-то левых, бабка. А здесь тебе нравится? Угу. Что ты здесь делаешь? Ну, играешь. Этим не по возрасту взрослым людям в День защиты детей вручили подарки. А это уже не виномыск. Для детей устроили ледовое шоу. Среди зрителей также маленькие беженцы из Донбасса. Мне очень нравится. Все очень красиво. Все нарядные, весело. Это актуальный праздник, потому что очень много деток пострадало в Мариуполе, ну, вообще на Донбассе. Это просто, не выразить словами. Это праздник действительно защиты детей. Большим подарком для детей невиномыска стала новая современная площадка у культурного центра «Родина». Здесь можно и поиграть на ксилофоне. Давайте что-нибудь сыграем. Как ощущения, нравится? Также здесь можно поиграть на барабанной установке. Вишенкой на торте стал этот фонтан. В самом культурном центре концерт для детей. Детей из Донецка и Луганска поздравили и в Степновском округе подарки и угощения привезли в пункт временного размещения. Ну, мы всегда детям желаем, чтобы лето прошло хорошо, чтобы никто не болел. В Буденновск тоже пункт временного размещения. К детям пришли необычные гости. По летнему с песнями, танцами и играми свой праздник отметили дети в Александровском округе. Рада вашим улыбкам, рада вашим светящимся глазам. Я думаю, что вот та сложная жизненная ситуация, в которой сегодня оказались все мы, да, вот эта беда коснулась всех нас. Но мы ее преодолели. Детям особое внимание на такой курс нацелил всех глава региона Владимир Владимиров в своем послании к краевым депутатам. А именно создавать условия для раскрытия талантов, развивать систему воспитания, в том числе и военно-патриотического. Сейчас во время специальной военной операции битва идет не только в зоне боевых действий. Важнейший бой сейчас идет в информационном, культурном пространстве. За умы и сердца людей. Надеть каждому ребенку очки с, так сказать, единственно верным отношением к миру и к жизни не получится. Да, наверное, и не нужно. Но чувство корней, воспитывать необходимо, понимать свою сопричастность со страной, народом и созданной им историей, вот что требуется. Поэтому отдельное внимание в крае в этот день уделили не только поздравлениям, но и планам на ближайшее время. Во всех школах города и учреждениях культуры будут работать лагеря, где дети дома, наши дети ничем не отличаются от детей беженцев. Вместе проводить время, радоваться голубому небу, радоваться хорошей погоде. Будем получать знания, так, ну, легко, так, по-летнему. Будем заниматься культурой, петь песни, жить. День защиты детей стали и чувствовать, и отмечать по-особенному. Мечтают все практически об одном. Чтобы дети под защитой были, не видели вот этого, все, что они видели. Праздничный день в кругу детей провели Анастасия Зубритская и Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Праздник детства организовали и в Центральном парке Ставрополя. Игровую программу устроили для детей беженцев из Донбасса. 40 мальчиков и девочек вместе с активистами «Единой России» проходили задания квеста. И нашли импровизированный клад. Это сладкие подарки и билеты на карусели. И то есть сегодня такой комплекс у детей мероприятий. То есть они поиграли, получили сладкие подарки, еще и на аттракционах покатались. Очень приятно получить вот такой приятный, хороший отзыв о мероприятии. То есть дети бегают, радуются, видны их улыбки и детский смех. Родители рады и довольны, что такое мероприятие проходит. 1 июня – двойной праздник. Это еще и начало лета, а значит и каникул. Школьники могут смело отдыхать. Чтобы отдых был еще интереснее, можно подзаработать на карманные расходы. Специалисты известного сервиса по поиску работы рассказали о трудоустройстве подростков. Итак, официально работать можно с 14 лет. Но для заключения трудового договора работодателю потребуется письменное согласие законных представителей. Рабочий день у молодых сотрудников сокращенный. С 14 до 15 лет – 4 часа в день. С 15 до 16 лет – 5 часов. И с 16 до 18 лет – 7 часов. Работа для несовершеннолетних непыльная. Можно устроиться промоутером, курьером, оператором колл-центра, мобильным фотографом и не только. Но помните, устраиваться на работу без трудового договора – большой риск. Недобросовестный работодатель может и обмануть с оплатой. Идем дальше. Проезд на 48 и 21 маршрутах может увеличиться с 27 июня. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта края Борис Борисов. Перевозчики объясняют это тем, что запчасти и обслуживание подорожали. Поэтому и стоимость проезда поднимут до 32 рублей. А вот цены за проезд на 45 маршруте не изменятся. В октябре прошлого года перевозчик уведомил о том, что стоимость по данному маршруту будет составлять 30 рублей, поскольку данный маршрут осуществляет деятельность по нерегулируемому тарифу. Соответственно, после этого стоимость проезда по данному маршруту не менялась. То есть она осталась прежней. По регулируемому тарифу работают магистральные маршруты. Интервалы между ними не должны превышать 5-10 минут. В 2021 году для Ставрополя определили 5 таких. Они заработают в течение года. Сейчас к магистральным относят 10, 46 и 14 маршруты. Для перехода на регулируемый тариф необходимо изменение вид регулярных перевозок. С нерегулированным на регулированным. Данный порядок определен федеральным законодательством. Для этого необходимо подготовить документ планирования. Мы эту работу начали в прошлом году. Анонсировали то, что 5 магистральных маршрутов, которые должны заработать в текущем году. По ним проведены аукционы. Дидос-атака на сайты региональных телеканалов продолжается. Дидос дословно переводится как «отказ от обслуживания». Уже четвертый день не работают сайты многих государственных телекомпаний, в том числе и наш. Для пользователей это выглядит так. Сайт не загружается, сервис не работает. К слову, проблема коснулась СМИ в Тюменской области, Республике Коми, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе и не только. Я считаю, что все СМИ правильно работают. Но телевидение является максимально опасным, потому что мы говорим правду и всегда стараемся добывать факты, доносим информацию. И все-таки западные кураторы посчитали, что нужно атаковать именно телевидение. Ну и по всей стране там много тоже лежит, а многие кого атакуют. Но мы были не готовы к такому объему. За неделю мы точно все исправим, скоро уже выйдем, потому что мы теперь поняли объемы. Как объясняют специалисты, киберпреступники направляют огромное количество запросов на сайты, тем самым блокируют работу ресурса. Наши технические специалисты в режиме реального времени работают над устранением неполадок. Сейчас смотрим по данным, получается, что Соединенные Штаты, Украина, страны ЕС, в основном идут оттуда большой поток обращений к нашему сайту. Мы пытаемся решить эти вопросы. Теперь об актуальной статистике по коронавирусу. С инфекцией справились еще 34 Ставропольца. Общее число выздоровевших в регионе приближается к 188 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимира в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки плюс 54 заразившихся один человек скончался. Не забывайте вакцинироваться и ревакцинироваться. И о происшествиях. 29-летний житель Селодивного выловил сетями из озера Соленого более 100 разных рыб. Тем самым нанес ущерб на 30 тысяч рублей. Преступление выявил рыбнадзор. Рыбнадзор за незаконный вылов мужчина предстанет перед судом. О других ЧП в оперативной сводке. Недальновидное решение. В Ставрополе два подростка 13 и 15 лет ехали на мотоцикле, который принадлежал матери одного из мальчиков. Женщина сама разрешила покататься. На перекрестке 27-летний водитель легковушки поворачивал налево и не пропустил встречный мотоцикл с детьми. Школьники со множественными ушибами и ссадинами в больнице от более страшных последствий спасли шлемы. В инциденте теперь разбираются не только полицейские, но и инспекторы по делам несовершеннолетних. Волк в овечьей шкуре. 40-летний мужчина представился 52-летнему жителю соседнего региона, руководителем образовательного учреждения Ясентуков. В разговоре злоумышленник пообещал помочь зачислить дочь собеседника на бюджетное место в Институт Краснодара. И за свои услуги попросил 400 тысяч рублей. Однако, получив деньги, благодетель перестал выходить на связь. Полицейские задержали злоумышленника. Оказалось, он не занимал никакой должности и помогать не собирался. За мошенничество мужчину будут судить. Тяжелая ноша. В полицию Александровского округа сообщили, что со склада одного из предприятий пропали 17 радиаторов. Оперативники вышли на след двоих ранее судимых мужчин 28 и 33 лет. В дежурной части злоумышленники признались, что на протяжении двух дней проникали на склад, похищали чугунные изделия и сдавали на металлолом. Общий ущерб более 40 тысяч рублей. Теперь ответят по закону. Это была только первая часть выпуска. Впереди еще есть интересные новости. Будьте с нами. Мягкое золото Ставрополя. Гляньте, какое милое. Почему наши ставропольские норки, самые лучшие в России, выяснял Алексей Фосиков. На премьеру в новый зал. Что изменится в кинотеатре Благодарного? У меня в руках мяч нового чемпионата, в котором молодежка Ставропольского «Динамо» будет играть с лучшими командами Юга России. Первый удар турнира нанес Герман Кудеяров. Сапфир, браун и жемчуг. Так называются породы пушных зверей, норок. На Ставрополе работает единственное на Юге России предприятие по их разведению и производству ценного меха. Как добывают мягкое золото и как работается предприятие в современных экономических реалиях, Алексей Фосиков знает. Выращиваем с самых маленьких и ухаживаем. Начинаем с рассадка, отсадка. Как за маленькими детьми. Вот уж точно, человек на своем месте. Татьяна Викторовна уже на пенсии, но работает здесь 17 лет. И пока на отдых не собирается. Просто со школы пришла. Сначала это было интересно, а потом уже это все втягивает. И уже жить без норок не могу. В конце мая у норок началось массовое щенение. Поэтому в клетках сидят и мамы, и молодняк. Позже их, конечно, рассадят, а сейчас вот такая милота. Всего же на этой ферме разводят 9 пород норок, которые отличаются в первую очередь цветом шкуры и, собственно, качеством меха. Есть белые, коричневые, черные. И вот такие, как этот, прекрасный самец. Этот цвет называется сапфир. И с фантазией местных звереводов точно все хорошо. Предприятию уже больше полувека. Тогда таких ферм по Союзу было больше 300. Развал СССР и Рихии 90-е пережили, конечно, немногие. Сейчас их в России не больше 25. А наши единственные на юге страны. Производство сохранили и приумножили. С потери западного рынка руки не опускают. Все, что раньше шло за рубеж, будет оставаться на родине. Нам же теплее. Есть у нас эвакуацион свои российские в Санкт-Петербурге. И вот пытаемся, наверное, будем поставлять в этом году уже осенью, зимой. В год здесь могут выделать до 90 тысяч шкурок. Вроде бы много, но рынок очень конкурентный. Поэтому за господдержкой в Краевой Минсельхоз обращаться не стесняются. Эта помощь очень хорошая, потому что с 2014 года, начиная, у нас пошли проблемы. Кризис пошел, опять сцены свалились почти на 60-70%. И поэтому господдержка очень влияет на то, чтобы поддержать нас. А теперь уберите от экранов женщин, которые просят себе шубу. Остальные смотрите, как понять, какой мех лучше и почему. Мы идем на склад готовой продукции. Первая подсказка. Мех самок норки предпочтительнее. В наших климатических условиях обычно предпочитают изделия пошить из самочки. Если регион более холодный, то всегда выбирают самца. Потому что у самца мех более плотный, набитый. Здесь никакой мороз, ни ветер никогда вас не продует. А продолжат искать себе жен, которые не хотят шубу. Алексей Форсиков и Павел Селиверстов. Ставропольское телевидение. Я, конечно, уже замужем, Алексей, но шубу совсем не хочу. Не понимаю, как можно миловаться красивым зверьком, а потом его шкурку носить на себе. Сейчас огромный выбор курток. И тепло, и стильно. Идем дальше. Самые последние новости в стране и мире. Только актуально и достоверно смотрите по будням после выпуска новостей наш проект обозрения. Сегодняшний выпуск анонсирует ведущий Олег Исаев. Добрый вечер. Говорят ли европейские политики сегодня, в День защиты детей, о растерзанных детях Донбасса? В Германии точно нет. Там украинские детей изображают свиньями. А в самой Украине продолжают расстреливать ракетами. Об этом и не только сегодня в обозрении. Сразу после новостей подключайтесь. В одном из микрорайонов поселка Рыздвянова планируют построить новый водопровод. Разводящие сети протянутся на 8 километров. Прокладывать трубы начнут в 2024 году. А сейчас разрабатывают проект на сметную документацию. Другие новости края коротко в нашем обзоре. В хуторе Устневинском капитально ремонтируют школу. Сейчас специалисты меняют инженерные коммуникации и проводят отделку помещений. Также там установят видеонаблюдение и фонари, сообщили в управлении по информполитике правительства региона. После завершения всех работ в школу закупят новое оборудование. Ремонт проходит по федеральной программе модернизации школьных систем образования. В Неминомыске ремонтируют дорогу на улице Луначарского. Там приводят в порядок свыше 2 километров проезжей части. Также на участке устанавливают ограждения, меняют остановочные павильоны и укрепляют обочины, сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Завершат все к середине лета. В Благодарном капитально ремонтируют кинотеатр. В здании оборудуют новый зал на 200 мест, хореографическую студию и детскую игровую зону. Также закупят современное оборудование, сообщили в Министерстве культуры Ставрополя. Работы проводят в рамках краевой госпрограммы «Сохранение и развитие культуры». Завершить ремонт планируют осенью. Ну а сейчас в эфире Блог спортивных новостей. Мой коллега Герман Кудеяров уже в студии. Привет, Катя. Привет, Герман. Кстати, Герман сегодня именинник, у него день рождения, с чем я тебя и поздравляю, и вся наша новостная реакция. Ну и надеюсь, что ставропольские спортсмены тоже сделали тебе подарок и хорошо сыграли. Вот знаешь, я сегодня был на съемке, и действительно подарок в том, что я насладился этой съемкой, пел, и в этом вы убедитесь. Здорово. Ну рассказывай и говори еще. Да, прямо сейчас. Ставропольская молодежь играет среди лучших академий страны. В Ставрополе открыли юношескую футбольную лигу Южной зоны России до 16 лет. Местное «Динамо Суор» – это училище Олимпийского резерва – провело матч первого тура против «Ангушта» из Малгабека. Атмосфера не хуже, чем на матчах взрослых команд. Ничего на свете лучше нету, чем бродить фанатами по свету. Нам открыты двери стадиона и «Динамо» в ранге чемпиона. Эту и многие другие фанатские песни заслуживают слышать. И молодые футболисты Ставропольского «Динамо», если болельщикам открыты двери стадиона, то футболистам открыты двери нового чемпионата. Юношеская футбольная лига открывается и на юге России. И этот турнир будет одним из самых ярких. Я вам гарантирую, какие здесь команды. «Академия Краснодара», «Сочи», «Волгоградский ротор». Правда, эти клубы в группе «Б» и чтобы сразиться с ними, ставропольцам нужно попасть в зону плей-офф. Ну и в своей группе, в группе «А» тоже придется очень сложно, потому что у нас тоже и очень-очень именитые команды. Это «Владикавказская ланья», «Спартак Нальчик» и «Волгарь Астрахань». Всего в группе 8 команд. «Динамо Суор» уже сыграла в первом туре, сразу после открытия лиги. Матч прошел против «Малакбекского» «Ангушта». Преимущество было на стороне ставропольцев. Они комбинировали и атаковали, но забить не смогли. При этом дважды пропустили и уступили «Ангушту» 0-2. Но поражение не расстроило, ведь это только начало настоящего футбола. Такой праздник, помимо День защиты детей, еще такой футбол, на таком уровне. Что еще надо? В 15 лет в главный стадион «Динамо» выступают. Такая радость, прямая трансляция. Могут увидеть скауты, могут кого-то пригласить в топ-клубы. Поэтому это для детей очень серьезный шаг вперед. И для развития футбола в Ставрополе это супер. В южной зоне играют 16 команд до 16 лет. В плей-офф попадут по 4 лучшие из двух групп. И бороться стоит не только ради медалей. Это возможность раньше пробиться в основной состав. Мы часто задаемся вопросом, где питать наши профессиональные кругы, которые есть в Ставропольском крае. Мы хотим, чтобы это были наши воспитанники. И эта лига дает все основания нам рассчитывать на то, что мы увидим лучших и сможем отбирать для дальнейших их достижений. Всего в ЮФЛ 11 чемпионатов. Разных территорий, возрастов и уровня. Так что в целях матча против ведущих Академии России. Все это под эгидой Российского футбольного союза. А следят за нашим молодежью Герман Кудеяров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Теперь из газона перейдем на другое покрытие и сядем на мотоциклы. Ипатовский колос продолжает феерить в чемпионате России по мотоболу. Ставропольцы в станице Староминской сыграли с местной зарей. Уже во втором тайме колос вел в счете с разницей в 4 мяча. А в третьем едва ли не уничтожил хозяев. По итогу ипатовские мотоболисты одержали крупную победу со счетом 9-2. Лучшим игроком матча стал Вячеслав Лемешевский, который забил 4 мяча. Хитрик на счету капитана и играющего тренера Сергея Крошки. Еще по голу забили Николай Облап и Руслан Теряев. Сейчас колос с тремя победами подряд занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует Металлур из Видного. А в Кисловодске прошли решающие матчи первенства Ставропольского края по волейболу среди девушек от 13 до 16 лет. За медали боролись 12 команд. Бронзу завоевала команда из краевой столицы. Вторыми стали кисловодчанки, а главные трофеи выиграли волейболистки из Буденновска. Они же сыграют и на всероссийских соревнованиях. Катя? Ну что ж, спасибо, Герман. Отпускаю тебя. Спасибо за новости. Хорошо тебя отметить в сегодняшний праздник. Спасибо за поздравления, друзья. Вам хорошего вечера. Всего доброго. Пока. Это был именинник Герман Кудеяров и его спортивные новости. Ну и напоследок приятная новость. Теперь в летнюю жару можно охладиться. На Комсомольском пруду Ставрополя уже открыли купальный сезон. Официальный праздник будет, напомним, 4 июня, в выходной день. Но самым нетерпеливым уже можно окунуться в прохладную водичку. Пляжи будут работать по графику с 5 утра до 20.00. Но помните о мерах безопасности. Всех с летом. Вот и все новости к этому часу. Также я напоминаю, что мы ждем ваши вопросы на наш номер. И рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Сейчас прогноз погоды. Я передаю слово ведущему. А с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на четверг, 2 июня. Жарко. Усилий за ветер в Ставрополе и минеральных водах. Безосадка и малооблачно. Днем в социальных территориях края до плюс 33. Вечером плюс 18. Солнце жарит. Ультрафиолетовый индекс очень высокий. Загорайте недолго, а на солнце долго не находитесь. Магнитное поле спокойное, луна растущая. Световой день 15 часов 25 минут. На Кавминводах погода как под копирку везде. Комфортно, тепло, комфортно, облачно с прояснениями, без осадков и ветер до 5 метров в секунду. На севере и востоке края усилится ветер до 6 метров в секунду местами. Ясно в Брюновске и Нефтекумске. Облачно с прояснениями выпатывает дивном. Осадков не ожидается. На сегодня о погоде все. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok